Ну вот, с первого раза получилось. До этого никогда не пробовал. Но сейчас будем макароны готовить. И соус там какой-то девчонки готовят. Первое, чему учатся в регионе 93 – колоть дрова. Без костра нет еды. А на голодный желудок проекты не придумываются, рассказывают в отряде Лобинского района. Продукты только привозят. Все остальное регионятам приходится делать самим. На ужин что-то такое. Каждый день все придумываем, потому что выбираем. Тушенка с 30 гарнирами. Жизнь в палатках в лесу, практически в диких условиях, закаляет характер будущих бизнесменов, политиков и общественных деятелей, уверены в лагере. Последнюю в этом году смену назвали платформой развития. Упор сделали на социальные проекты, которые разрабатывают сами ребята. Одно из направлений – развитие поисковых отрядов на Кубани. С начала года обнаружены останки больше 30 солдат, погибших в Великую Отечественную. Как говорят поисковики, по статистике из сотни найденных останков установить личность удается всего в трех-пяти случаях. И в этом вопросе любая, даже самая маленькая зацепка, например, нацарапанная на ложке буква, помогает узнать как можно больше информации о погибших во время Великой Отечественной войны. Вот эта уникальная ложка, я уже неоднократно говорил, здесь обозначены три фамилии – Листопад, Мищенко и Емец. Но самое жуткое другое, что здесь также написано слово «общая». Поэтому при нахождении останков мы так и не смогли определить, кто из бойцов в данном случае находился с этой ложкой. Смена платформа развития в регионе 93 проводится впервые. Главным гостем стал губернатор. Сегодня Вениамин Кондратьев приехал в лагерь вместе с олимпийским чемпионом подзюдо Бесланом Мудрановым. Внимание, сразу привлекли проекты в области развития дворового спорта. Строительство площадок по паркуру и воркауту в Краснодарском крае уже началось. Идея пошла от самой молодежи, поддержку в реализации получили от губернатора. Многие подобные задумки рождаются как раз здесь, в регионе 93, которая становится площадкой для воплощения в жизнь проектов талантливых и активных ребят. Много ходит разговоров в суде молодежи, что принцип попадания в регион 93, вот в это место, где мы сейчас идем, несколько такой полупрозрачный, то есть для своих, для крутых, для тех, которые могут позволить себе посредством связи родителей или собственных сюда приехать. Вот так это или не так? Нет, это абсолютно не так. Значит, существует портал молодежной форумы Кубани, он называется. Там предоставлена информация в том числе о форуме региона 93, где каждый молодой человек Краснодарского края может зарегистрироваться для того, чтобы принять участие в той или иной тематической смене форума региона 93. То есть кто хочет приехать на регион 93, он приедет. В Колизее, главном лобном месте лагеря, собралась вся смена, 400 человек. Получить оценку своих проектов от ведущих экспертов – то, ради чего многие сюда приезжают. И мнение губернатора для некоторых становится судьбоносным. Например, Виктория Кравцова, координатор движения глухонемых, заручилась поддержкой главы региона. В следующем году девушка хочет провести молодежный форум для слабослышащих. Если вы очень хотите провести, то вы его проведете. Я думаю, мы вам не только не поменьшаем, мы вас и поддержим. Одобрение Венемина Кондратьева услышали и КВНщики. В этой смене их почти треть. Сегодня они, можно сказать, получили официальное разрешение шутить про администрацию и чиновников. У нас на Кубани во всех муниципальных образованиях развиваются молодые команды. Скажите, пожалуйста, будет ли дальше такая поддержка от администрации Краснодарского края? Кто-то говорит, зачем нам этот юмор. Это будут говорить те, у которых темно. КВН – это активная молодежь, которая умеет смеяться и над своими проблемами, и над жизненными ситуациями, и над проблемами, в том числе экономики, и над чиновниками умеет смеяться. А почему нет? Почему вот эта часть позитивной молодежи не может выйти на сцену и не может на самом деле о пороках, в том числе общества, говорить со сцены, высмеивать их, а почему нет? Я абсолютно здесь прозрачен, открытый, даже если не будут высмеивать завтра администрацию края, и под этом есть повод. Я буду первым им аплодировать. Так что КВНу быть и однозначно, друзья. Проводить встречи по протоколу молодежь не заставишь, поэтому губернатора засыпали абсолютно разными вопросами. Кому-то было интересно узнать, что в Венемину Кондратьеву нравится творчество Ахматовой, а кого-то волновали глобальные проблемы молодежи. Какие вы видите основные проблемы молодого гражданина мира на сегодняшний день? Сегодня отчасти молодежь о чем говорят, что вот все увлечены прогрессом, в том числе и интернет. Связь поколений, связь времен как таковая посредством интернета не передастся. То есть просто надо ощущать жизнь, вот ее реально ощущать, ощущать тех ветеранов, которые еще жили, ощущать тех вот дедушек, бабушек, которые даже, может быть, и не ветераны, и даже не герои, но они сделали эту страну большой. Просто рукопожатием ощущать, общением ощущать. Вот тогда на самом деле будет настоящее понимание жизни не сквозь, там, iPad или iPhone, а с точки зрения того, что вы тоже достойные преемники этих поколений, и вы обязаны продолжить жизнь. Я просто советую молодежи всего мира выйти из виртуального пространства, выйти и пойти реально где-то боссами ногами по этой земле. Самый главный совет, который сегодня молодым на примере олимпийского чемпиона Рио дал губернатор, это иметь цель в жизни и ни в коем случае от нее не отходить, как бы трудно не было. Я убежден, что ребята, которые здесь находятся, в этом кругу, вы не хотите в жизни потеряться, это однозначно. Вы хотите найти себя, вы хотите найти свое место. И самое главное, знаете, что я увидел в ваших глазах, вы все знаете себе цену, и вы не хотите продешевить. Но насколько вы сможете не продешевить, конечно, зависит от вас. Умейте слушать и тех, кто вам советует, но умейте слушать и себя. Ваше решение, поверьте, как бы ни было, будет самым правильным. И понимайте, что поодиночке, поодиночке никто еще никакому успеху не пришел. Вот сзади сидит чемпион и его тренер. То есть если в одиночку можно упасть, только шуренкой. Вот шуренка единомышленников, команда, все те, кто позволяет вам идти вместе. С молодежными активистами Кондратьев общался больше часа. Аудитория отказывалась его отпускать. Даже после окончания встречи губернатора взяли в плотное кольцо. Каждый хотел сфотографироваться. Кто-то говорит, что это на счастье, а кто-то подмечает, что с таким фото продвигать свои инициативы у чиновников в районах будет проще. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров. Кубань-24, Северский район. Спасибо, блин.